всем привет с вами стофики и компания я саня продолжаем тестировать камеру эйкен ультра hd на природе то есть на реке печора а добрались мы сюда вот на этом снегоходе уличные записи в основном производились на камеру sony hdr xr 150 и она была приобретена мною в 2012 году то есть представляете да прошло уже время шесть лет она у меня четвертого поколения и и буду сравнивать с камерой эйкен ультра hd который я купил в этом году вот ребят вот она эта камера лейкин которая стоит 2 600 народная всеми любимая не знаю кто это придумал ни хрена на не всем любимая я уже ее не люблю вот она а вот это вот ребят сонька сонка которую я приобрел еще в 2012 году у нее никаких прибамбасов нет вот есть только посмотреть что находится в записи удалить запись она просто снимает в едином формате hd 1080 25 fps сейчас я поставлю две камеры для того чтобы вместе записать и вы посмотрите их различие ну и вот ребят посмотрите вот я поставил эйкен камеру поближе чтобы она меня видела потому что у нее угол съемки 170 как написано хотя вранье дай бог 120 вот ну и у sony у нее всего столько 70 градусов поэтому пришлось мне ее отставить она где-то от меня находится в метрах 3 4 и как вы видите на кадре на видео слева у нас эйкен справа это sony посмотрите записи какие как записывает sony и как записывает эйкен видео сейчас именно не обработанное то есть как есть на самом деле сейчас ребят я его обработаю что можно вытянуть из соньки она записывает в формате мтс вот и что вот вытянул или наоборот ухудшил в эйкен формат записи у него мув кстати он наверное слышите да как записывает звук эйкен вот вы сейчас слышите эйкен раз два три 4 5 вышел зайчик погулять вдруг охотник выбегает прямо в зайчика стреляет и в паху так что вот ребят судите сами стоит ли такие бюджетные камеры покупать выкидывать и выкидывать деньги на ветер вот это уже решать вам ну а мы переместились в палатку и продолжаем рыбачить уже вечер стемнело а у нас по темноте всегда очень хорошо кивало поэтому решили оттянуть душу а также продолжить тестирование камеры эйкен ультра hd посмотрим как она снимать будет при искусственном освещении sony снимать при этом освещение не может потому как она четвертого поколения и для нее этого освещения маловато но сразу могу сказать что освещение довольно таки хорошее потому что можно невооруженным глазом распутывать леску 010 почему именно при искусственном освещении потому что в дневное время вы уже видели как она снимает в палатке в основном будет производиться записи это 1920 на 1080 а также вы посмотрите как она снимает при формате 4к 2к и 1280 на 720 запись эти были подготовлены заранее сейчас рыбалки у нас как таковой нет у нас сейчас можно сказать меж межсезонье буквально где-то дня два назад прошел ледоход но он местный прошел вода поэтому маленькая ждем основной ледоход погоды тоже нет буквально вчера только было плюс 14 тепло хорошо солнышко а сегодня уже плюс 4 ветер 10 11 метров в секунду очень холодно по ощущениям где-то 0 минус 1 градус через дождем налет не выйти потому что он уже весь в иголках то есть подлёдную рыбалку произвести невозможно но и последний удочка или спе со спиннингом еще рано бегать в общем сидим дома работаем работы сейчас у меня много получается я ухожу на работу в восемь часов утра и до восьми часов вечера бывает еще и даже до 11 вечера поэтому приходишь и просто падаешь с ног обратно в кровать чтобы поспать до компьютера не никогда даже добежать поэтому ребят извините если я плата пропал нет ребят не пропал просто физически даже не успеваю по дому ничего сделать не говоря о компьютере работаю я охранником даже на работу стал носить планшет купил симку с хорошим интернетом но работаю в здании у которого стены очень очень толстые и поэтому интернет туда не проскакивает поэтому ребят не могу даже на работе просмотреть ваши каналы еще раз глубоко глубоко извиняюсь но ничего все будет хорошо все будем успевать скоро весна а весна у нас летом красивая вот как только появятся маленькие маленькие листочки листочки такие с ноготочек и мы пойдем ловить рыбу а рыбу будем и 1 ловить это хариуса кто смотрел наше видео за прошлый год тот видел каких мы хариуса ловим самый маленький хариус где-то грамм 400 а самый большой ну чтобы не соврать наверное под кило кстати кто не смотрел это видео я оставлю ссылку на него в описании заходите смотрите кто не подписался подписывайтесь кто не поставил лайки ставьте а сделать это очень просто по 2 под моим видео будет находиться строка такая подписаться нажимайте на него подписаться у вас появится справа колокольчик нажимайте на этот колокольчик всплывает уведомление о событиях на канале ставите галочку напротив строки показать все а внизу этого уведомления находится слово такое как сохранить оно написано на синеньком нажимаете и все в порядке дальше вы смотрите еще правее и видите рука смотрит вверх вот нажимаем только на нее молодцы у вас все получилось спасибо да у меня хорошая новость ко мне пришла камера сяоми миджи ребят камера отличнейшая я такая немножечко уже потестировал поснимал звук послушал уже и форматы разные попробовал и стабилизацию попробовал в общем попробовал все ребят камера классно я вот серьезно говорю если брать трейки и сяоми миджи так вот сяоми миджи 40 раз лучше чем это эйкин я просто говорю ребят что как это мудрая пословица гласит скупой платит дважды вот то же самое произошло у меня лучше бы я сразу взял эту хорошую камеру ну а полное тестирование этой камеры конечно же сделаем на рыбалке ребят и вы сами уже увидите как она снимает ну а по поводу камеры эйкин ультра hd по десятибалльной шкале я могу сказать что она на троечку и хорошим дневном освещении когда солнышко она снимает все таки порядком хорошо то есть можно даже на нее никаких фильтров не накладывать а вот как только немножечко потемнело все из нее ничего не вытянуть хотя у sony можно все остальное это сделать в общем ребят еще раз говорю сами судите стоит выкидывать деньги или не стоит выкидывать деньги на такую камеру это решать вам ну а на этом я заканчиваю наше видео всем всем кто смотрел его большое спасибо не забывайте ставить лайки с вами был канал стофики и компания я саня до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok а